Серёжа Металург. Сегодня играем в игру Серёжа Металург. Короче, наверное, что-то в природе началось непонятное. В Одессе опять тепло и жарко. 15-е, по-моему, октября. И кажется, эта домохозяйка у профессора Преображенского всё-таки была права. Земная ось точно, я вам говорю, налетела на земную твердь. Аномалия. Короче, сегодня мы будем с вами делать одно рукоблудство, а именно дополнять грузы на оси балансировочной трекера. Это штатный вот такой вот грузик. У нас в связи с тем, что появились эти всякие новые объективы, вес увеличился, я сделал тогда в торце ещё вот такой блинчик из свинца. И этот блинчик служил верой и правдой, пока мы не перенесли пельтье под задницу Кэнона. Конфигурация поменялась, вес на самом деле не увеличился, но в связи с тем, что увеличилась как бы высота камеры с пельтье, надо поднимать было весь, всю L-планку. Начиная поднимать, чтобы он не цеплял языки выступающей части трекера, выяснилось, что вот этих грузов катастрофа как не хватает. То есть в самом конце, можно сказать, неуверенная полубалансировка с перевесом всё-таки в сторону камеры. И я, конечно, расстроился, можно сказать, практически озадачился, что нужно грузы. Ну вот свинец, свинец нужен, свинец. Я уже начал ходить по... не пропускать ни одну вулканизацию, клянчить вот такие балансировочные пластиночки. Чё ты, а олово у себя там пересматривал, ревизировал, ну жаба давила там 200 грамм у меня всего лишь там 280. И тут я иду выносить мусор. Ну как всегда, вы поняли, да? У нас всё начинается с этого. Нет, ну вообще всё начинается с мысли великого мыслителя Серёжи Металлурга. И я смотрю вот на такой предмет, который я сейчас уже успешно зажал в тиски. Он сиротливо валяется вот так вот под колесом альфатором. Ишь какое-то прошлое моё. Электрическое прошлое высоковольтника, монтажника, кобельщика, подсказало мне, что надо этот предмет просто прикоснуться волшебной рукой к нему, святой рукой. Я прикоснулся и понял, что кажется это что-то какая-то об... броня от кабеля царских времён. Потому что мне подсказало внутро, что это свинец. И я не ошибся. Килограмм свинца валяется на мусорке. Жесть. Конечно, если бы я был тем человеком, который что-то собирает в альфаторах, в мусорных баках, вы понимаете, я бы отнёс это и сдал бы за 30 гривен. Но я естественно понял, что вот мой груз, вот моё решение. И сначала у меня было желание переплавлять вот этот блинчик полукилограммовый, что-то туда добавлять, делать тяжелее. Потом я подумал, пусть будет, пусть живёт. Он красивый, он просто фирменный. Но, к сожалению, баночка, которая была в качестве формы, когда я его отливал, бесследно ушла, потому что надо было разрезать эту баночку и иначе его было не освободить. Поэтому я сегодня начал с того, что начал искать новую баночку. Вот я нашёл автохимию какую-то, что-то там размораживает. Она там, короче, какие-то вещи размораживает. Размораживала, вернее. Сейчас уже не будут размораживать. Мы её вот сейчас вот так вот отчекрыжим. Туда в попу просверлим дырку, в торец, пардон, в торец. Просверлим дырку, отверстие, вставим шпильку с барашком М6. Закрепим её, зацентруем. Потом возьмём вот такую баночку, которую я нашёл кошмарную. Ну, неважно, плавить-то всё равно какая разница. Мы сделаем здесь носик, расплавим свинец, зальём в эту формочку и у нас уже со шпилечкой будет вся эта конструкция. Вот такая вот. Вот такая. Приблизительно вот такая. Только, если это полкило приблизительно, то килограмм это будет где-то в два раза больше. Ну, при такой же диаметре. Но килограмм, наверное, я делать не буду. Я сделаю грамм 700. Ну, 800. Потому что тут ещё краска, шлаки, всякая фигня. И сейчас надо заняться тем, что, ну, как-то его порезать. И я думаю, что я порежу его не болгаркой, а порежу я его попробую лобзиком начну резать. Если не пойдёт, будем болгаркой. Потому что от болгарки диск садится в вязких металлах и пыли много. Этого бы не хотелось. Тут уже говорит во мне моё высшее... Как это? В Одессе говорили, скажите, у вашего Сёма верхнее образование? Да. А, ну тогда я вот спрошу. Ну, короче, это типа высшее образование, полутехническое моё, атомное, ядрёное, со свинцом. Я не хочу шутить. Вообще неизвестно, где этот свинец был, кстати. Но у меня нету счётчика Гейгера. Я просто думаю, что вот так в карманах носить этот предмет я не буду. Но для груза пойдёт в самый раз. В общем, короче, литейный цех объявляем открытым. Освобождаемся от лишнего мусора. Он нам не нужен. Ничего не напоминает. И мисочка такая. И звук такой. Только цвет не такой. А так похоже. Эх, хотя бы столько бы этого жёлтенького здесь. Какая бы астра. Установочка получилась. Золото намыли. Из свинца же добывали золото. Философский камень. Всё, сейчас это всё будем плавить. Этот или этот. Этот или этот. Этот или этот. А? Этот или этот. Вот этот возьму. Чуть-чуть потолще. Зато он не такой высокий будет. Зачем нам парусность лишняя. Мы готовы к большому металлу. Полный баллон. Переставили. Будет интересно, если это не будет свинец. Но обратной дороги нет. Абдулла поджигай. Не, подожди. Какое поджигай? Надо же рассказать про эту формочку. Формочка. Значит, баллончик, который мы обрезали с вами, выбрали. Дюрочка в торце. Ну, болтик с барашками я себе взял сразу. Просверлил. Там гайка через шайбу. Ну, чтоб меньше вытекало. Оно там вытекать практически не будет. И графитовой смазкой обмазал внутреннюю поверхность. Насколько туда пальцами засунул. Шруса от автомобильных шрусов. Графит он не успеет сгореть. А вынимать потом эту болванку будет легче оттуда. Просто когда она зальется, застынет, мы выкручиваем этот барашек. Он там резьба. Он сам себе как бы резьбу нарежет в свинце. Поэтому выкрутится. Гайка там похоронится в свинце. Сейчас мы это все дело подготовили. Воду рядышком поставили, на всякий случай. И поехали. Что такое? Жара пошла. Быстренько шлак чуть-чуть приберем. В сторонку. Хороший свинец, слушай. К алюминию прилипает. Ладно. Ждем. Вот сколько мусора. Видите? Всякая гана. Еще тут осталась куча. Это я в воде уже просто окунул его. Ну, в общем, греем дальше. Теперь расплавляем, посмотрим. Поехали. Поехали. Званусь. Поехали. 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 ну все это масло горит ждем опустим воду для чего для того чтобы она быстрее зафигачивать теперь чуть-чуть там выкрутить подпилить и все будет гуд выкручиваем теперь нашу шпилечку болтик вернее с барашком она сюда выкручивается а как он себе там нарезал резьбу плюс мы гайку закрутили с обратной стороны выкручивается однако это хорошо потом обрезаем вот эту шпильку так прошлый раз у меня это все гораздо интереснее получилось в этот раз или руки не те или металлурга надо выволить или свинец подобранный не тот в общем короче так обрезаем эту штучку тут на 44 можно 43 поставил 45 короче где-то так где-то где-то быстренько youtube меня наверно не забанит за то что я так пою красиво теперь обратным ходом все вынимаем таким образом резьба у нас всегда будет красава так теперь где наш штыречек берем штыречек куда собственно это вся красота будет а подождите подождите мы забыли другую шайбочку чисто чисто для веса красоты так мы еще сейчас проверяем просто чтобы до конца она должна дойти о замечательно теперь если так вынуть а у нас получилась такая попка с кратерами это взрывалась наверняка наше масло кипело масло короче было наверное лишнее это я фантазировал лучше сухой графит ну вот собственно и все и сколько же у нас веса тут интересно так металлург еще живой вес 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 так взвесим сначала но тут было 540 грамм и тут болтики разные там короче сейчас до 540 550 грамм то собственно что я вам показываю проверяющий орган что ли так и вот это вот зашуше зацепить у нас же есть теперь шпилечка шпилечка не шпилечка барашек у нас есть зацепиться апача апача а я говорил что будет 800 ну пусть там шпилька шмелька 885 но это более чем тут 540 860 ну 200 грамм есть значит нам и спасены все теперь у нас два груза и мы теперь можем даже будем повыше поднимать на эль планке нашу камеру спельте и она вообще там не просто не будет ничего цеплять она вообще ничего не будет цеплять если что у нас есть еще так вот но это хотя я не хочется так делать но хотя можно вот а этот груз у нас штатный будет уже просто добирать так скажем все это дело регулировать отлично все господа металлург серёжа вами прощается с собой тоже идет обедать кушать потом там есть еще пару дел у меня всяких разных поэтому до следующих встреч а сегодня же еще может быть у нас очень интересная встреча с вами блядь жопорукий встреча под названием саша бодачевский может прийти в гости проверять там маски бахтинова сегодня там обещали уже одну сделать классно все поэтому посмотрим если он придет если погода будет мы там будем их тестировать ну вас включим если вы будете себя хорошо вести посмотрим под настроение пока всем удачи